Военно-транспортный самолёт США приземлился в Москве с первой партией медицинской помощи на борту. Он доставил 50 аппаратов ИВЛ и другие медицинские принадлежности. «Это первая часть помощи, которую президент Дональд Трамп пообещал президенту Владимиру Путину. Он обязался передать в подарок аппараты ИВЛ российскому народу от народа Соединённых Штатов». Медицинская помощь поступит в распоряжение Центра Пирогова в Москве. «Я хочу выразить слова сердечной благодарности нашим американским друзьям, всему американскому народу за столь своевременную и очень важную помощь, которую нам сегодня оказывают. В кратчайшие сроки мы передадим эти аппараты искусственной вентиляции лёгких в российские больницы для того, чтобы наши пациенты смогли получить качественную медицинскую помощь». Вторую партию гуманитарного груза, включая 150 аппаратов ИВЛ, США направят в Москву на следующей неделе. Помощь России оказывается бесплатна. Вашингтон потратит на неё 5 миллионов 600 тысяч долларов. По данным на 21 мая, в России выявлено 8 849 новых заражённых. Общее число случаев превысило 317 тысяч, умерло 3099 человек. Эпицентр вспышки приходится на Москву. В апреле Россия также направляла аппараты ИВЛ в США. Среди них были устройства модели «Авента-М», выпущенные Уральским приборостроительным заводом. Два таких аппарата загорелись в Московской и Санкт-Петербургской больницах. В результате погибли 6 человек. Росздравнадзор проверяет качество устройств. Жители Гонконга опасаются, что их регион потеряет свои права и свободы, гарантированные принципом «одна страна – две системы». Коммунистические власти КНР в первый день ежегодной парламентской сессии в пятницу внесли предложение принять новый закон о нацбезопасности. Как сообщают гонконгские СМИ, новый закон запретит призывать к независимости региона и свержению национального правительства, а также будет подразумевать меры за любое иностранное вмешательство. Ранее китайские коммунистические лидеры неоднократно предупреждали, что больше не намерены терпеть народное выступление в Гонконге. Последняя волна антиправительственных протестов началась там в прошлом году и продолжалась около семи месяцев. Пекин пытался представить подобный закон в 2003 году. Тогда жители региона массово возмутились и его не приняли. Гонконгцы уже начали призывать в сети возобновить выступления, которые утихли в этом году из-за эпидемии коронавируса. Многие говорят, что регион лишается своей автономии, которая гарантирована на 50 лет договором 1997 года о передаче Гонконга от Великобритании КНР. «Это очень плохо для Гонконга. Для региона самое важное – это высокий уровень автономии. Если будет принят закон о нацбезопасности, для жителей Гонконга это будет означать, что они станут частью Китая ещё до того, как пройдёт 50 лет. Думаю, люди потеряют свою свободу выражения и всё остальное». «Думаю, Гонконг – это место свободы. А постоянное накаливание обстановки – это очень плохо, поскольку нам обеспечен высокий уровень свобод. Будут люди, которые захотят призвать власти измениться. Если теперь будет невозможно об этом говорить, поскольку власти посчитают, что это угрожает национальной безопасности, то вас могут арестовать. Это вообще не свобода и не демократия». Продемократические законодатели Гонконга выразили сожаление в связи с намерением Пекина. «Сегодня, я думаю, самый грустный день в истории Гонконга». Президент США Дональд Трамп сказал, что если закон примут, то его страна немедленно на это отреагирует. Стоит отметить, что Вашингтон уже грозил пересмотреть особый торговый статус Гонконга, предоставляющий ему снижение пошлин, если Пекин продолжит урезать свободы региона. «Беньямин Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который предстал перед судом. Заседание прошло в окружном суде Иерусалима. Премьер-министра обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Перед судебным процессом Нетаньяху заявил о невиновности. Он считает, что дело сфабриковано левым политическим крылом». «Сегодня суд совершит попытку помешать в воле изъявлению народа, свергнуть меня и весь правый лагерь». Вместе с премьером в суд прибыли несколько членов нового правительства, сформированного на прошлой неделе. «Это печальный день для израильской демократии. Сегодня не только премьер-министр Нетаньяху предстаёт перед судом, но и все, кто верит в него, поддерживает и считает его невиновным». Тем временем на улице Иерусалима вышли с протестом сторонники и противники премьер-министра. «Сегодня впервые в истории Израиля действующему премьер-министру предъявили обвинение по трем пунктам, и он предстанет перед судом. Надеемся, что суд вынесет приговор и отправит его в тюрьму». «Я пришла выразить протест против несправедливости в отношении нашего премьер-министра. В мире нет прецедента тому, что они сейчас делают с премьером Нетаньяху. Надеюсь, он будет сильным ради всех нас, ради всего Израиля. Мы его очень любим». Премьер-министра объединяют в получении дорогостоящих подарков и в мошенничестве со СМИ, от которых он якобы добивался того, чтобы его деятельность освещали позитивно. Бенемин Нетаньяху – премьер-министр Израиля уже 11 лет. Также он был на этом посту с 96 по 99 годы. В мае этого года он вновь принёс присягу в качестве премьера. Нетаньяху будет исполнять свои обязанности 18 месяцев. Потом его сменит Бенни Ганс, бывший политический соперник. Они объединились после трёх внеочередных выборов, которые прошли в течение года. В Гонконге прошёл первый протест против планируемого закона о национальной безопасности. Его правящая компартия хочет напрямую ввести в этом автономном районе КНР. С предложением об этом законе власти выступили во время ежегодной парламентской сессии в Пекине на прошлой неделе. Ранее руководство КНР неоднократно выражало намерение остановить постоянные протесты в бывшей британской колонии, где, в отличие от материковой части Китая, формально сохраняются демократические права и свободы. Новый закон, если его примут, поможет Пекину предотвращать и наказывать любые попытки выступить за независимость Гонконга, а также подавлять продемократические движения. Полиция снова жестоко подавила протест. Она применила слезоточивый газ и перцовый спрей. Арестовано около 80 человек. В понедельник утром, пока коммунальные службы убирали последствия стычек, местные жители размышляли о будущем региона. «Многие думают, что мы ставим под угрозу их свободу, когда выходим на протесты. Но я думаю, закон о национальной безопасности лишит нас свободы в будущем, лишит свободы следующее поколение. Если наше поколение не выступит ради свободы, то у следующего поколения её не будет». Между тем, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что если Китай примет закон, США могут наложить на Пекин санкции. В частности, Гонконг может лишиться своего особого торгового статуса, который помогает ему оставаться в списке крупнейших финансовых центров мира. Ситуацию в регионе планируют обсудить на встрече Большой Семёрки в июне. Соединённые Штаты добавят 33 китайских фирмы и организации в экономический чёрный список. Вашингтон подозревает их в связях с китайской армией в участии в создании оружия массового уничтожения, а также в том, что они помогали властям КНР вести шпионаж за китайским меньшинством мусульман-уйгуров. Об этом Министерство торговли США объявило на своём веб-сайте. Семь компаний и две организации подозревают в соучастии в нарушениях прав человека и преступлениях, совершённых китайской компартией в отношении уйгуров и других групп. Сюда включены репрессии, массовые произвольные аресты, принуждения к труду и шпионаж. Два десятка других компаний, правительственных учреждений и коммерческих организаций включат в список за то, что они помогают создавать оружие и другое оборудование для китайской армии. В частности, они работают с искусственным интеллектом и системами распознавания лица. Американские компании не смогут продавать свою продукцию китайским фирмам и организациям, которые попали в чёрный список. Нельзя поставлять им и товары, произведённые с использованием американских технологий или запчастей. Для этого нужно будет получить лицензию. Однако министерство торговли уже сообщило, что будет применять стандарт – презумпция отказа. Другими словами, есть очень малая вероятность выдачи лицензий. Напомним, в октябре прошлого года министерство торговли США добавило в чёрный список 28 китайских отделов общественной безопасности и компаний, включая ведущие стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта. Их также обвинили в соучастии в преступлениях против уйгуров. Японская столица начинает возвращаться к привычной жизни. Премьер-министр Синдзабе полностью отменил режим ЧС в стране. Он ещё действовал в пяти префектурах – Токио, Тиба, Коногава, Сайтама и Хоккайдо. За время эпидемии в Японии выявили более 16 тысяч случаев COVID-19, умерли 830 человек. «Я ещё немного волнуюсь. Может начаться вторая волна эпидемии. Поэтому нам по-прежнему надо быть начеку». «Я хочу снова ходить на учёбу и жить студенческой жизнью, как раньше». В стране также начинается первый этап снятия карантинных ограничений. Откроются библиотеки, музеи и спортивные комплексы, продлится время работы ресторанов. А на следующей стадии планируют открыть театры, кинотеатры и торговые центры. В Японии не было таких строгих ограничений, как в некоторых странах. В основном людей призывали добровольно заботиться о своей безопасности. Правительство Японии считает, что эта модель противостояния эпидемии стала успешной. Между тем экономика страны сильно пострадала. На её поддержку администрация АБА обещала два пакета помощи на сумму более 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Премьер-министр назвал объём помощи беспрецедентным, он равен 40% ВВП Японии. Часть этих средств пойдёт на кредитование бизнеса, субсидии на арендную плату предпринимателям, финансовую поддержку медицинским учреждениям и университетам. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать свою страну ведущим в Европе производителем зелёных автомобилей. Во время визита на автомобильный завод в Этапле он сказал, что будет добиваться от французских производителей, чтобы они возвращали свои предприятия на родину, а также разрабатывали новые модели на территории страны. По словам президента, это особенно актуально на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса. «В секторе наблюдается спад производства на уровне более 80%. И это не военное время, просто беспрецедентно». По словам Макрона, Франция увеличит бонусы для граждан, которые намерены перейти со старых бензиновых авто на экологически чистые. Если раньше компенсация составляла 6000 евро, то теперь будет достигать 7000, при условии, что пользователь отдаст свой старый бензиновый автомобиль. «Нужно добиться того, чтобы производство любой модели, которая существует во Франции, оставалось во Франции. Мы нацелены защитить нашу промышленность, помочь всем работникам отрасли и их работодателям». Также президент добивается того, чтобы ни одну модель авто, которую производят во Франции, не производили в другой стране мира. Макрон также отметил, что не будет подписывать документы о выделении государственного кредита в размере 5 миллиардов евро для компании «Рено». По его словам, сначала нужно завершить переговоры о судьбе работников компании во Франции и французских предприятий. В целом, правительственная помощь для автомобильной индустрии Франции может достичь 8 миллиардов евро. Испания и Европейский союз организовали международную донорскую конференцию, чтобы собрать деньги для венесуэльских беженцев. Более 60 стран, а также частные доноры, обязались в общей сложности выделить 3,4 миллиарда долларов. Конференция прошла онлайн и транслировалась на YouTube. «Вклад всех участников – более 2,5 миллиардов долларов. Ещё 600 миллионов долларов – это частные пожертвования». С 2015 года из Венесуэлы бежали 5 миллионов человек. К этому их подтолкнул социально-экономический кризис. Большинство мигрантов осели в соседних южноамериканских странах. «Эта помощь подтверждает, что Европейский союз по-прежнему обеспокоен ситуацией в Венесуэле и выполняет свои обязательства, организовав эту конференцию. Помощь в проведении также оказало правительство Испании». Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что во время эпидемии карантина положение венесуэльских беженцев ухудшилось. Многие потеряли работу, а социальную помощь выдают не во всех странах. Люди живут в бедности и отчаянии. «Бремя размещения 5 миллионов беженцев и мигрантов легло в основном на южноамериканские страны. Надеюсь, что сегодня они почувствовали наше единство с ними, а также с беженцами, мигрантами и принимающими их общинами». Собранные деньги пойдут на обеспечение беженцев, а также на поддержку систем здравоохранения и образования в странах, принявших венесуэльцев. Недалеко от Мехико продолжаются археологические раскопки. Учёные извлекли кости уже 60 мамонтов. Останки древних животных нашли в октябре прошлого года во время строительства нового аэропорта. За месяц археологи раскапывают примерно по 10 мамонтов. Также они находят других обитателей древнего мира. «Каждая группа исследователей раскапывает разные останки. Речь идёт о животных, населявших этот регион от 10 до 25 тысяч лет назад. Это эпоха плейстоцена. Здесь жили млекопитающие разных видов. Большинство из них – мамонты». Останки мамонтов найдены на месте высохшего мелководного озера. Учёные полагают, что тяжёлые животные увязли и не смогли выбраться. Они рассчитывают извлечь ещё больше костей. На территории Мексики и всей Северной Америки обитали мамонты Колумба, у которых не было густой длинной шерсти. Еврокомиссия представила новый план восстановления объёмом 750 миллиардов евро. Он призван поддержать экономики стран-членов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Он также должен положить конец спорам по поводу того, как финансировать такое восстановление. Согласно предложению, которое по-прежнему могут заблокировать более экономные северные государства ЕС, средства возьмут в долг на едином рынке капитала, а затем две трети распределят в виде грантов. Остальное выдадут в качестве кредитов. «Сегодня Еврокомиссия представляет новый план восстановления объёмом 750 миллиардов евро под названием ЕС нового поколения. Он будет дополнением к нашему обновлённому долгосрочному бюджету объёмом 1,1 триллиона евро. Вместе получается триллион 850 миллиардов евро. Также Европарламент и Евросовет уже утвердили три пакета объёмом 540 миллиардов евро. То есть общая сумма, выделенная на восстановление составит 2,4 триллиона евро». Все собранные средства на рынках капитала вернут в общий бюджет ЕС за 30 лет – с 2028 по 2058 годы. Для этого используют несколько налогов – на выбросы СО2, на непереработанные пластиковые изделия, а также цифровой налог. «ЕС нового поколения восстановит отстроить заново наш единый рынок – генератор инноваций, достатка и возможностей. Все страны-члены должны инвестировать в технологии, которые будут стимулировать восстановление благодаря инновациям и экологичным индустриям». При этом против выделения безвозмездных грантов странам-членам ранее уже выступили Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. В Индию пришла сильная жара. Столбики термометров взлетели в большинстве штатов страны, и, как ожидается, жара будет становиться интенсивнее. Так, в столице Нью-Дели зафиксировали плюс 45, а в регионе Чуру в штате Раджастхан – выше плюс 50. «Сегодня температура больше 50 градусов. Хочу поблагодарить районные власти, что они направили на улицы поливальные машины, и людям стало немного легче». В Индии май и июнь – самые жаркие месяцы в году. В это время температура часто колеблется от 42 до 47 градусов тепла. Потом муссонные дожди приносят облегчение. И хотя индийцы к жаре привыкли, но настолько высокие температуры, как сейчас, всё же затрудняют повседневную жизнь во многих городах. Но люди здесь знают много способов противостояния такой погоде. «Жара началась на прошлой неделе. Люди пьют манговый сок и напиток сатту. А ещё выходя из дома, закрывают лицо одеждой». «Хочу купить эти горшки. В них вода остаётся холодной. Последние два-три дня очень жарко, поэтому я решила купить такие горшки». Жаркая погода – далеко не единственная трудность, с которой сталкивается Индия в этом месяце. Помимо эпидемии коронавируса, страна также пострадала от циклона Амфан и нашествия саранчи.